И несколько деталей о нашей избирательной кампании. В Псковской области 9 сентября состоятся 26 избирательных кампаний. Эти 26 избирательных кампаний пройдут в единый день голосования. На 17 из них, в 17 из них сейчас принимают участие кандидаты от Псковского яблока. Это выборы депутатов Псковского областного собрания депутатов. Дополнительные выборы по избирательному округу номер 12. В них участвует Артур Гайдук. Вы сейчас увидите фотографию Артура Гайдука. Это наш дважды депутат Псковской городской думы, избранный в 2012 году и в 2017 году. Это врач скорой помощи. На весь Псков областной центр, где свыше 200 тысяч населения, осталось действующих, выходящих на смены, вот на эти адские смены круглосуточные, семь врачей скорой помощи с высшим профессиональным образованием. Артур Гайдук один из них. Он по-прежнему продолжает служить людям. Он защищает жизнь. Он как врач с высшим образованием продолжает выполнять клятву Гиппократа, помогать людям как врач, помогать людям как политик. Мы выдвинули его на выборы депутата областного собрания депутатов. Считаем его наилучшим. Из пяти дошедших до регистрации кандидатов на этот статусный труд, бесплатный труд в Псковском областном собрании. У нас пять кандидатов на выборах глав районов. Псковский район, самый крупный муниципалитет Псковской области, районный по числу жителей. Валерия Фомина, глава Завеличинской волости, уже дважды глава Завеличинской волости, в которой живет примерно треть жителей Псковского района. Женщина, которая закончила Псковский педный институт, кстати говоря, родилась в деревне с замечательным названием Родина. Эта деревня Родина стала для нее во всех смыслах родным домом, и для ее семьи, и политическим родным домом. Она стала учителем русского языка и литературы, преподавала в родинской средней школе. Потом стала одновременно с учительством работать в администрации, буквально была рядовым специалистом администрации волости. Она помогла сохранить эту волость, это укропнение. Более того, Завеличинская волость смогла добиться свободы для еще четверых муниципальных образований, которые хотели укропнить вместе с волостью. Они провалили референдум и смогли добиться сохранения своей волости еще четырех. Она дважды депутат, дважды глава поселения. Она фактически управляет территорией с числом жителей. У нас треть района Псковской области меньше, чем Завеличинская волость Псковского района. Она готовый глава района, готовый, честный руководитель. Каких сегодня мало днем с огнем. Мы выдвинули ее на должность главы Псковского района и уверены, что это лучший выбор для избирателей Псковского района. Великолугский район. Сейчас видите фотографию Ларисы Николаевны Семашко. Это человек, который работал в системе власти. Экономист. До этого долгое время работал в знаменитом хозяйстве Учхо-Судрайское, которое было прямого союзного подчинения. На прямую хозяйство подчинялось Министерству Сельского хозяйства Союза СССР. Это хозяйство, конечно, не в таком блистательном виде, как раньше, но, тем не менее, дожило и до сегодняшних дней. Лариса Николаевна большой опыт работы в органах местного самоуправления. Еще год с небольшим назад она была первым заместителем главы Великолугского района, вот того самого, где она сейчас баллотируется, в главу района. Но так случилось, что она исполняла обязанности главы в тот самый момент, когда с очередным заявлением на разрешение строительства обратился Великолугский свиноводческий комплекс. Речь шла о создании новых производственных площадок. И в документах были ошибки. Ошибки очень серьезные. С такими документами выдать разрешение на строительство было недопустимо, незаконно. Лариса Николаевна Семашко, будучи чиновником, отказала в выдаче двух разрешений на строительство Великолугскому свиноводческому комплексу. Ей отомстили. Ее уволили с работы. Ее должность сократили. Больше нет такой должности в Великолугском районе первого заместителя главы района. Она год не могла нигде устроиться на работу. Вот мы считаем, что нужно найти достойную работу Ларисы Николаевны Семашко во главе несчастного, измученного предшествующими руководителями, наполовину разворованного, наполовину просто засушенного от бедности Великолугского района. Смелая женщина, которую преследовали несколько месяцев представители псковских властей. Что они только не делали. Они звонили ей по телефону вечером, едва ли не по ночам, в выходные дни, чтобы только она отказалась от участия в этих выборах. Ничего не получилось. У них ничего не получилось. Они ничего не смогли сделать. Следующий район. Локнянский район. Один из самых бедных районов Псковской области. Район, где первым уничтожили районную больницу. Еще при Турчаке. Он начал с Локня. Он выбрал эту больницу как жертву своей проклятой смертоносной оптимизации. Там на выборы главы района идет Алексей Тикко. Уроженец Локни. Отец троих детей. 33-летний депутат Локнянского районного собрания. От яблока, избравшийся всего год назад. Его попросили об этом выдвижении сотни людей в Локнянском районе. Именно в нем они видят альтернативу власти. Алексей Тикко стал первым из 15 депутатов Локнянского районного собрания рассказывать о том, что происходит на сессиях Локнянского районного собрания. Другие депутаты запретили вести видеосъемку на сессиях собрания, говоря прямо, мы не хотим, чтобы народ знал, что мы здесь обсуждаем, что мы решаем и как мы голосуем. И тогда Леша стал на своей странице ВКонтакте вести видеоблог. Он просто рассказывает, что происходит на сессиях. Эти его выступления набирают сотни просмотров. Бабушки из деревень звонят ему и говорят, Леша, сынок, ты все правильно делаешь. Мы хоть знаем, чем там эти ворюги занимаются. Мы хоть понимаем, что у вас там происходит. Спасибо тебе, сынок. Вот люди попросили, и Алексей идет на выборы главы Локнянского района. Дальше у нас Невельский район. Но это давняя история. Наш кандидат, инженер Андрей Владимирович Вихман, коренной житель города Невеля. А пять лет назад, в 2013 году, Андрей Вихман выиграл выборы главы Невельского района. Но мы тогда не умели еще по-настоящему контролировать голосование на сельских избирательных участках. И за несколько часов избирательная система смогла таким образом адаптировать полученные результаты выборов, что они оказались в другую пользу. Там, где контроль был полным, это сам город Невель, 10 избирательных участков и округа города Невеля, Андрей Вихман набрал 52% голосов. А баллотирующийся против него действующий тогда глава района Александр Ващенков 36%. Но вот отдаленные села дали нам огромный отрицательный груз. И в итоге 400 голосов разделило Андрея Вихмана и Александр Ващенко. Очень показательно. Власти не выпустили Александра Ващенкова на выборы главы Невельского района. Они-то знают, кто выиграл выборы в 2013 году. И другой человек, заместитель господина Ващенкова, продолжая эту традицию, идет на выборы главы Невельского района. И снова на выборы вышел Андрей Вихман. Вот сегодня ему отказали в аренде помещения избирательного штаба. Еще в пятницу говорили, да, конечно, уже подготовили договор. Сегодня позвонили в Псков неким людям. И те сказали, не, не, под избирательный штаб Вихмана нет, нельзя. Ну ничего, мы найдем избирательный штаб в Невеле, это же наш дом. Мы же знаем, где в Невеле организовывать избирательную кампанию. Мы там на улице под открытым небом организуем штаб, если вдруг не удастся найти помещение. И Апоческий район. Апоческий район. Трижды депутат городского поселения Апочка. Геннадий Колесник, директор муниципального предприятия Теплоресурс. Очень мощный, очень смелый, очень уверенный в своих силах человек. Трижды депутат, одномандатник, самовыдвиженец. Он не шел от политической партии. Это человек, который реально испугал власти Апоческого района своим выдвижением. Никто этого не ожидал. Он выдвигался у нас одним из первых. Он прекрасно знает коммунальное хозяйство Апоческого района. Такой великолепный районный завхоз. Это человек, который сможет привести в порядок богом забытый, властями забытый район. А между прочим, Апочка, кому сказать, 6 лет с 1772 по 1778 год, 6 лет была административным центром Псковской губернии. И знаменитая Апоческая площадь с четырехэтажными зданиями слева и справа. Это губернская площадь. Губернская столица была, когда Псков был уездным городом. Посмотрите сейчас на Апочку. Плакать хочется. Буквально. Игнар Анатольевич человек уверенный, спокойный, сильный. Он не плачет. Он обеспечивает теплом третья почки и готов стать настоящим, честным, работящим главой района. Кроме того, у нас проходят 4 избирательные кампании депутатов городских поселений. У нас там выдвигаются, выдвинуты 5 кандидатов. И 6 дополнительных кампаний на выборах депутатов сельских поселений. Там выдвинуты 6 кандидатов. Ну и теперь, друзья, то, что я обещал назвать сегодня, я сегодня называю. Мы просчитали все эти 17 избирательных кампаний в соответствии с нашими сметными расчетами. Ну что вам сказать. Я сам был впечатлен, когда мы просчитали. Но все просчитано, как это водится ныне сейчас, по нормативам. Сколько нужно денег, чтобы успешно провести все эти 17 избирательных кампаний. Получилось, друзья, не падайте, 10 миллионов 224 тысячи 750 рублей. Соответственно, нам необходимо за 7 недель привлечь такие деньги на 17 избирательных кампаний. При этом не меньше 5 миллионов рублей мы надеемся собрать за счет фандрайзинга. По всей стране у нас определились кандидаты. Лучше этих кандидатов в Псковской области нет. И мы надеемся, что партия Яблоко, как и в 2017 году, окажет нам помощь, софинансируя избирательные кампании, как минимум в том размере, в котором мы сможем привлечь средства наших жертвователей. Буквально через день отсюда, из этого офиса, из города Псково, уйдут почти полторы тысячи писем всем нашим жертвователям. Всем тем, кто помогал Псковскому Яблоку в 2016, 2017, 2018 году. Мы каждому из вас, дорогие друзья, многие из вас смотрят сегодня этот эфир. Пошлем письма, где будет перечислено все, что мы будем делать в течение этих избирательных кампаний. Мы укажем цену каждой избирательной кампании, вы будете точно знать. При этом все выборы на уровне городских и сельских поселений, мы не просим денег партии Яблоко на эти выборы. Мы должны их полностью обеспечить только за счет благотворительных пожертвований. И уже более высокой сложности, более значительные по объемам финансирования государственные выборы и выборы глав районов мы будем просить суфинансировать политическую партию. Поэтому то, что я сказал, что нам нужно собрать свыше 5 миллионов, если быть совсем точным, по нашим расчетам почти 5 миллионов 300 тысяч рублей, это мы должны собрать с учетом того, что выборы 11 кандидатов депутатов городских и сельских поселений мы должны обеспечить своими усилиями, то есть усилиями наших жертвователей. Я очень надеюсь, дорогие друзья, что все вы расскажете всем своим друзьям о наших избирательных кампаниях. Псковское Яблоко – это команда, которая идет на выборы в любых условиях, в любых обстоятельствах. Вот как солдаты в Великую Отечественную войну шли против оккупантов с тем оружием, которое было в руках. К сожалению, не все доходят до Дня Победы. Это так. На выборах это тоже так. У нас тоже есть потери в этом году. И тяжелые потери. Но я хочу вам сказать, что только тот, кто борется за победу, тот победит. Тот, кто не борется за победу, он не победит никогда.